Здравствуйте, дорогие наши близнецы! У меня карта Таро. Давайте сделаем расклад и посмотрим, что же вас ждет в феврале 2020 года наших дорогих близнецов. Что же нас ожидает с вами в 2020 году в феврале? Какой у нас расклад будет для февраля месяца. Что же, дорогие близнецы, мы сразу с вами начинаем с такой мощной карты, как Королева Мечей. Королева Мечей достаточно волевая женщина, обладающая властью, авторитетом. Она намеренно использует все, что у нее есть. Ее власть, ее авторитет давит на людей. Властная, злорадная женщина. В перевернутом значении эта женщина, это такая, знаете, может быть, какая-то придирчивость, критика, злоба, горечь, равнодушие какой-то. Злорадная женщина, способная нанести вам вред. В общем, какая-то, может быть, и неловкая ситуация, за которую вы будете потом испытывать чувство неловкости и стыд. Она особенно хороша, в кавычках, в профессиональной сфере. Поэтому следите, пожалуйста, сплетни, конфликты, подставы за всеми, кто делает карьеру на работах. Давайте достанем для близнецов на вторую карту на февраль месяц и посмотрим, что же нас еще там может ожидать. Четверка кубков, видите, только в перевернутом положении. Так, вообще, знаете, сами по себе кубки, это, в принципе, хорошая карта. Но поскольку у нас выпала четверка в перевернутом значении, то в перевернутом значении это будет какая-то апатия, какая-то, возможно, даже депрессия, вот какое-то будет у вас обновление, возможно, новые знакомства, возможно, новые отношения. Может быть, появятся какие-то новые изменения к лучшему, новые надежды, новые знакомства, новые поручения на работе. Я говорю, следите обязательно за первой картой. Помните, что впереди выпала какая-то очень влиятельная дамочка в картах королевы мечей. Еще, знаете, как женщина-вдова, женщина, пользующаяся бешеным авторитетом, она же королева, женщина либо разведенная, пожилая, взрослая женщина. Поэтому следите за этой картой. Вот эта карта сама по себе хорошая. Это изменения к лучшему, к надеждам, к новым надеждам. Так что четверка кубков в перевернутом значении. Это новые надежды, вот все новое, предвиденные изменения к лучшему, новые надежды, новые знакомства, новые отношения. Давайте посмотрим, что же вам еще. Причем во всех сферах, вот посмотрите, в ваших личных делах, в вашей работе. Может быть, у вас со здоровьем вы там проходите какое-то лечение, и у вас как-то не очень складываются дела со здоровьем. Тоже могут быть какие-то хорошие, положительные изменения. Так, третья карта для блеснецов на февраль. Опа, сама падает для нас с вами. Сейчас я ее подниму. Ух ты! А я достала карту... Достала карту Висельник, называется. Но не надо пугаться этого названия. Сейчас все по очереди. Карта Висельник. Это 12-я арка. Это на самом деле такое, знаете, самопожертвование в целях достижения мудрости, проницательности и духовного роста. Это говорит о том, что вы добровольно, самостоятельно. Никто вас не заставляет. Сами захотите заплатить за что-то щедрое и чем-то заняться, за другими целями, для того, чтобы достичь другие какие-то цели в жизни. Важно понять, что выбор делайте вы. Жертва здесь должна быть добровольная, потому что цель стоит того. Ну, например, вы решите уйти с работы и заняться каким-то своим давно зреющим проектом, который у вас в голове. Вы добровольно отказываетесь от стабильной зарплаты, должности в пользу того, что вы будете заниматься своей какой-то мечтой. То есть понятно, что это значит карта. Это хорошая карта. Вы зрело, самостоятельно, сами решите заняться своей какой-то мечтой, которая у вас уже созрела в вашей голове. Жертва может быть не только, вот как я провела с бизнесом, но жертвы могут быть любые. Интеллектуальные, духовные. Понимаете, вот вы что-то вы там задумали, дорогие близнецы, у вас есть какая-то мысль. И вы, вот этот вот 12 аркана, это важная карта. Это вот, понимаете, вы достигли мудрости, проницательности и духовного роста. А это у нас карта, которая сама выпала, рыцарь Пентакли. Он нам с вами символизирует, вообще Пентакли это третья масть младших арканов. И она символизирует материальное богатство, деньги, предпринимательство, бизнес, коммерцию. Вот, рыцарь с монеткой демонстрирует те же качества, что и, в общем, присуще его родителям, королю и королеве. Но здесь присутствуют такие элементы, как вот движение, то есть прибытие, отбытие, путешествие. Это менее зрелый человек, чем король и королева, но он обладает их потенциалом, их опытом. То есть он может быть достаточно милой личностью, но он не столь надежный, как король и королева. Иногда разочаровывает себя и остальных. Ну, в общем, это человек достойный доверия, на него можно положиться, добросовестный, надежный, хорошие новости, верная служба, стабильная, ответственная, незыблемая. Что-то у вас, вот, видимо, все-таки с работой. Какие-то вы пожертвования, самопожертвования будете делать. Незыблемость моральных устоев. Хорошая карта, на самом деле. Давайте мы еще достанем карту для близнецов и посмотрим, что же еще ожидается близнецам на февраль. О, смотрите-ка, опять, так не видно, да, сейчас я подвину? Так видно, нам будет. Паш Пентакли. Как я уже сказала, Пентакли, это у нас символизирует богатство и деньги. Паш у нас с вами в перевернутом положении, поэтому это, Паши, это молодые люди, такие у нас с вами немножко ветреные, да. Вот, но в перевернутом положении это благоразумный и трудолюбивый человек. Ну, и как у всей молодежи, да, есть какая-то мелочность, денежные затруднения, рассеянность, бесшабашность. То есть что-то все-таки вы с работой будете, наверное, делать. Какие-то мысли у вас идут, есть какие-то у вас планы, мечты, которые вы будете пытаться перестроить на коне, в движение вы. Ваша мысль уже, ваша мечта уже пошла в движение. Ну, и вот этот перевернутый Паш, он немножко такой, как говорится, не сразу все устроилось, но карта открывает возможности. Просто такой он бесшабашный, рассеянный, мелочный, поэтому следите, следите, чтобы все было бы хорошо. Паш Пентакли в перевернутом значении говорит, что все-таки с деньгами так себе будет у вас. Не сразу все это, мечта ваша окупится, характеризует невостребованность там, где он нужен. Грубые высказывания, эгоистичность, самовлюбленность, поэтому вот здесь вот следите, пожалуйста. Помните, что вот был этот у нас Паш Пентакли. Окей, и давайте вам вытащим последнюю пятую карту, потому что это у нас с вами как одна карта была. Посмотрим, чем же все-таки у вас февраль месяц закончится, вся эта ситуация, дорогие наши близнецы. Ух ты! Не видно, да? Ну и мечи, как я вам говорила, эта карта такая достаточно воинственная, сложная, опасная масса. Семерка говорит о затруднениях, преодолимые при помощи этих затруднений только логики здравого смысла, неизвестные оппоненты. Карта показывает, что противостоит постоянная оппозиция какая-то. Источник ее известен, но неясно, кто им ее руководит. Планы нарушаются, процессы замедляются. Нужно внимательно и усердно работать и искусственно использовать свои таланты. В общем, в принципе, я думаю, вы справитесь и преодолеете все. И семерка означает надежду и уверенность.